Добрый вечер! Меня зовут Анатолий Егоров. Обычно я директор интернет-магазина SkyGiver.ru, а сегодня я выпускник школа ЛС-разработчиков. Дипломный проект был, конечно, громко сказано, но готовился я больше и тщательнее, чем к защите дипломов не верят. Так что, прошу прощения, если где-то буду мистер носить его. Я работаю в интернет-магазине SkyGiver. Скажите, кто-нибудь слышал об этом магазине? Очень жанен. Я слышал, потому что мне визитку дал. О, что-то. Соответственно, когда нам объявили письма не внезапно о том, что нужно готовить дипломный проект по завершению этого курса, у меня выбор был, в общем, определен. Я стал писать клиент для своего интернет-магазина. Какой бы я ни нарисовал, но не в этом суть. Здесь все разработчики, поэтому я думаю, что... Я долго думал вообще, о чем рассказывать, потому что рассказывать внутреннюю структуру, как там устроено. Там простые элементарные вещи, которые мы все успели изучить, базисные, и все, в общем-то, уже знают. Поэтому я немножко расскажу о самой школе, что мы там успели изучить вкратце, ну и на примере, собственно говоря, этого приложения, которое я сделал. Да, знаете, начинали мы с изучения Objective-C. Для меня это был шок, потому что я привык к код разработке. Разрабатываю в основном на бетоне, и все эти скобки, двоеточие, даже точки запятой фигурные скобки, это было шок. Отдельная история — управление памятью. Я до сих пор не научился все это толком отслеживать. Много часов проводил разработки, отслеживая дебаггером, что где у меня создается, что освобождается, на пальцах считал эти retain-каунты. и выяснял, почему у меня все вылетает, и не вылетает. И, соответственно, в Традиции 98 сегодня манифлубный проект и инвестрации тоже может вылететь. Мы рассмотрели фреймворк ECOA-Touch, который основывается на модул-диконтроллере известном. Он вставляет какие-то другие паттерны, там используются, там очень сплошные делегаты. У меня это тоже были довольно новые вещи. Что я выяснил при разработке, что, когда делают положение для IOS, там довольно сложно что-то переделывать, что-то менять. То есть в других властях бывает так, что можно сначала сделать по плюсу такой рабочий прототип, а потом туда прикручивать фишки, что-то менять, какую-то функциональность, куда-нибудь вставлять, что-то убирать, перемещать. С IOS разработкой и так не получается. Нужно четко понимать, что делать, когда делать. Поэтому я сделал четкое ТЗ для разработки. Вот. А там, собственно, следовал. Модул-диконтроллер. Модель. Модель в интернет-магазине довольно простая. Есть товары с какими-то свойствами. Там есть картинки, есть цена, есть описание. Товары раскиданы по категориям. И есть картина, куда клиенты складывают товары, которые они хотят сказать. Дальше идут view-контроллеры, которые тесно связаны. Мы изучили guide table view и его контроллер. Это вообще краеугольные камни разработки вот таких обычных стандартных приложений. Там, с помощью него делается все. Списки категорий, просмотр каких-то объектов, в частности вот товары, конзина. Все-все-все практически делается с помощью table view контроллера. Мы изучили navigation контроллер. А, мы еще рассмотрели table view целый, научились делать кастомный целый. То есть не только то, что Apple нам предлагает, но и делать свои элементы управления. Мы посмотрели на navigation контроллер. С помощью него организовано в моем приложении перемещение по каталогу, по категориям. Посмотрели также, разумеется, Dbar контроллер. Это все стандартные элементы управления, которые нам удалось изучить. И, вот это не я финирую. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok